Каким бы эгоистичным ни казался человек, в его природе явно заложены определенные законы, заставляющие его интересоваться судьбой других и считать их счастье необходимым для себя, хотя он сам от этого ничего не получает, за исключением удовольствия видеть это счастье. Адам Смит. Теория моральных чувств. В самые смутные времена, когда большинством движет жажда наживы, когда ломаются устои и рушатся идеалы, становится понятно, что слабому в этом мире не выжить. Но так уж устроена человеческая природа, что в любом хаосе находится искра добра, которой тянутся руки страждущих. Так случилось у нас в постперестроечный период. Люди, не способные урвать и даже просто удержаться на плаву, потерялись, обнищали, пали в уныние. В это время несколько человек объединились, чтобы словом и делом помочь друг другу и таким же, как они. Жить легко не было никогда. А все, что происходит у нас в жизни, по-многому зависит еще от нас самих. Тот, кто ходил в походы и карабкался в гору, знает, что несешь тяжелый рюкзак, и кажется, что дальше идти невозможно. Но тот, кто идет позади тебя, вот слегка подтолкнет твой рюкзак, это же не помощь, но чувствуешь дружескую поддержку и хватает сил подниматься выше. Дальше еще этот толчок. И вот каждому человеку нужна такая помощь, вот такой толчок. Галина Гусейнова и еще несколько ее единомышленников создали общественную организацию «Альтруисты». Своими малыми силами они старались поддержать тех, кто волей судьбы оказался за бортом жизни. Людей, которые потеряли работу, здоровье, жилье, надежду. Телефон Галины Ильиничны работал круглосуточно. Для пенсионеров и инвалидов она находила работу по уходу за больными, по присмотру за детьми. Потом пришла мысль раскрыть творческий потенциал людей, чтобы они были не просто сыты, но и счастливы. Мы решили, в общем, организовать детишек, чтобы могли как-то свой досуг вести. Ну, нормально, чтобы все было. Мы обратились в Министерство культуры, Министерство образования, Министерство внутренних дел. Они все открещивались от нас. Это не наше дело. Мы потом долго думали, решали, как нам быть. И пришли мы к выводу, что надо организовать бабушек. Там, где бабушки, там и внуки. Бабушки будут шить костюмы, детки будут выходить на подиум. Потихонечку, потихонечку, вот у нас и все пошло. Как видите, детки у нас танцуют, взрослые выходят. У нас есть бабушка, которому за 80 лет вместе с внучкой выходят они у нас. Так возник театр мод. Дети подрастали, в группу приходили новые малыши. Старательно занимались, чтобы стать хорошими актерами. А мамы и бабушки получали массу удовольствия от того, что их творчество востребовано. А зрители видели их только молодыми и красивыми. На сцене невозможно думать о житейских проблемах, болячках и несправедливости. На сцене все становятся звездами. И с этим чувством идут по жизни. Людмила Каданева всю жизнь мечтала заниматься восточными танцами. От знакомых узнала, что есть подходящий коллектив. Пришла танцевать и поняла, что перед ней открыты и другие двери. Неожиданно для себя увлеклась работой модельера и стала актрисой. Не хочется стареть, сидеть дома в драных тапках. Очень чувствуем себя хорошо здесь. Для общения мы здесь собираемся. Репетиции проводятся. Ну и потом у каждого есть свое мнение. Мы обсуждаем каждый костюм. Где его показать, как показать, кому показать. Раз в месяц артисты театра мод проводят встречи в большом зале. Выступления объединяются под определенной темой. Зависит она от даты, времени, годы или просто состояния души. Тема сегодняшнего спектакля «Жди меня». Это тема верности, преданности, любви, порядочности. Все тематически устроено так, чтобы пробрало до мозга костей. Каждого, кто будет в зале, сидите, чтобы все все осознали. Я актера. Собственно, у нас наше выступление – это психотерапия для выступающих и психотерапия для тех, кто в зале. Белое платье белело да праздно. Краски смешались в горящей дольне. Белые лязочи, белые стразы. Белые с пепельмой, солнце пустыни. За спиной у каждого участника большая беда. Но, глядя на их выступление, создается впечатление, что они полностью благополучны, молоды, красивы, здоровы. Такими они хотят себя видеть и чувствовать. Значит, у нас там есть такая маленькая девочка, Сонечка. У нее порог в сердце. Она у нас выступает уже давно и очень опытная актриса. Вот сейчас у нас Татьяна Владимировна Коцора, многодетная мама, с двумя близнецами, Кристина и Володя, выступает. Ну, эта мать вот прямо, она живет и дышит только от Бога мать. Она живет и дышит детьми. Вот дети для нее – это все. Откуда у людей берутся силы помогать другим? Сама Галина Ильинична считает, что ей это дано с детства, которое легким не назовешь. Ее первые годы прошли в поселке Комсомольск-на-Печоре. Тогда он только строился, и люди жили в палатках. Так как с 8 лет я читала Достоевского, я сейчас не знала, в каком веке это писать-то писал. Я думала, хорошо дяденька пишет, но в жизни все гораздо труднее, сложнее. Но мой любимый писатель с того времени, он психолог хороший. И отсюда, наверное, любовь к психологии. И так всю жизнь. Потом где бы ни училась и где бы ни работала, а получила 9 профессий, потому что всегда спешила жить. Вот папа там добывал где-то, видимо, на водном радиацию, и у него ликоз был. Это потом обнаружилось. Он не оброжденный в связи с этим заболеванием крови, несовместимая жизнь. Я, видимо, с детства чувствовала, что он недолго, долго не протянул. Торопилась, сразу училась в нескольких местах. Много училась, так даже не принято было в то время. За несколько лет в группе альтруистов присоединились несколько тысяч человек. Каждый находил здесь что-то свое. Шесть лет назад зародился дискуссионно-поэтический клуб «Алый парус». Сейчас им руководит Олег Юдин. После института работал непосредственно юристом. Это прокуратура различного типа учреждения и, например, заводы, где я работал юрист-консультом. В 1993 году я уже вообще здоровье ухудшилось и стал инвалидом второй группы. И пришлось искать, тогда еще была семья, я искал работу в любого склада. От грузчика на базе до сторожа. И последняя работа, вот пять лет назад, была комендант лодочной станции. И в то же время я постоянно писал стихи, и даже были наброски, были черновики, рукописи, прозы. На свои стихи Олег Юдин писал музыку и даже пробовал петь. Однажды, когда я зашел, тогда была Вера Анатольевна Пронина, потому что я был членом общества городского инвалидов, она сказала, что вот есть такой клуб самодеятельных поэтов «Алый парус», где в основном больные и инвалиды, и пенсионеры. Можешь туда дойти, они заседают в заседании в старом помещении возле бассейна. И так я попал три года назад в «Алый парус». Но до последнего времени не было у самодеятельных поэтов постоянного места сбора. Бывало, что читали свои стихи они даже в летних кафе. И вот дорога привела их в мир теплых книг и добрых сотрудников в специальной библиотеке для слепых имени Луи Брайля. Наша библиотека начала сотрудничество с этим клубом с прошлого года. Отношения выстроились тесные, сотрудничество плодотворное. Мы привлекли в этот клуб очень много людей с проблемами зрения, которые тоже неравнодушны к поэтическому слову, которые тоже пробуют писать, пробуют себя в поэзии, в прозе, и которые просто любят стихи. Для того, чтобы наша работа была более плодотворной, мы составили в прошлом году совместный план деятельности. Участники клуба собираются раз в две недели. К этому времени всегда готовится выставка специальной литературы. Новый проект библиотеки «Говорящая книга». Сейчас самодеятельные поэты записывают стихи на диски, чтобы их произведения стали доступны всем. Клуб «Алый парус» — это прежде всего общение творческих людей, занятие по стихосложению и встрече с писателями. На сегодняшнее заседание пришел поэт, журналист, спортсмен и общественный деятель Сергей Васильевич Журавлев. Он давний партнер библиотеки и автор одной из первых аудиокниг. Стефан Пермский — первый учитель «Зырян». Ты, который рвется в поднебесье, может, и твоя пришла пора. Сердце не выдерживает песни и бросает птицу в плевера. Сергей Васильевич учит тех, у кого есть вдохновение и желание писать стихи, ремеслу, стихосложение. Как выразить словами то, что чувствуешь, как придать этому образ и заставить восхищаться. Когда городские власти выделяют поэтам зал, это становится праздником. Сегодня у нас по плану должна быть встреча творческая клуба «Алый парус» с читателями, посвященная одной теме, которая должна быть всегда, не только по одному году, а каждый год. Называется она «Берегите детей, берегите». И читатели могут услышать, сегодня зрители зала, как раз и о детях, и от детей, и также и о поэтах, потому что поэты, если вы знаете, как классики говорили, поэт — это как маленький ребенок. Впервые сюда пришел юный поэт, чьи стихи оказались не столь профессиональны, сколь своеобразны и искренни. Когда деревья были большими, мы были еще милые малыши. Тогда еще деревья доставали до неба. И сюрпризы родителей — жизнь была мега. Листьями закрывали нас от дождя. Тогда мы гуляли дни напролет, и нас не жди. Деревья были великанами, руками облака задевали. Тогда мы выглядели хорошо, во что бы нас не одевали. Татьяна Пашнина — одна из самых активных участниц. Занимаясь здесь, она обрела уверенность в себе, раскрылась как художник и поэт. Кошка многоцветная, вот характер вредная. Бегает и носится, на колени просится. Прыгает, царапает, кусается, цепляется. Любопытно знает, все ее касается. А кто покормит, молока нальет. Тому помык лычет, песенку споет. Сполошит хозяйку, дом перевернет. С мячиком играет, весело живет. На этой встрече всех порадовал известный в городе художник Виктор Порохня. Кстати, отец шестерых детей. Виктор Степанович в свое время дружил с поэтом Расулом Гамзатовым и иллюстрировал его книги. А теперь активно сотрудничает с Салым Парусом. Когда желают счастья, желают, чтобы были дети. Так что и будем желать друг другу счастья. Не бывает детей у тех, кто ни с кем не пьет чай. Вот это тоже такой намек как бы. Если цветы дети нашей жизни, дайте женщину цветы. Творчество украшает жизнь, но, к сожалению, не решает всех проблем. У альтруистов болит душа за тех, кто до сих пор несчастен. Хотелось бы организовать такой пансионат, где, может быть, в виде частных домиков, одноэтажных с пандусами, где будет дверь, три комнаты всего. В одной комнате можно поселить инвалидов второй группы, медсестру или педагога, или человека, у которого есть опыт ухода за мамой, папой, за своими больными, и которым нужна и подработка, потому что на пенсию не выжить. И нет своей кровли над головой. Снимать на нашу пенсию, где-то жилье нереально. А во второй комнате можно, может быть, и в третьей, поселить человека, за которым нужен уход. И будет человек профессионально осуществлять уход. Это для него будет небольшая зарплата и крыша над головой. То есть и занятость в подспоре. Потом, когда человек нужен, он живет. Она нужна, она будет на ногах, потому что она за кем-то ухаживает, не нуждается. Люди, испытавшие на себе лишение, несчастье, потерю или тяжелую болезнь близких, знают цену помощи и готовы оказать ее другим. У всех, кто чувствует, что жизнь дала трещину, есть надежда найти тепло, помощь, поддержку и любовь. И это будет до тех пор, пока телефон Галины Ильиничны в зоне действия. Пока есть среди нас альтруисты.